Всем привет дорогие друзья, всем привет любителям Варкрафт. Добро пожаловать на канал Углук. И если вы до сих пор не подписались, то я вам очень рекомендую подписаться немедленно. И вот друзья, я приехал с небольшой поездочки. В личку вы мне написали, что вышел очередной ролик, посвященный World of Warcraft, Битвы за Азерот. Ролик называется Старый Солдат. Что ж друзья, вы его наверняка уже много раз успели посмотреть. Я же смотрю его впервые вместе с вами, так что усаживаемся поудобней. Всем приятного просмотра. Заценим, что же Близзарды такое сотворили. Одеваем наушники и погнали. Близзард Энтертеймент. Уже сразу угадывается вот этот значок Близзард, надпись. О, Саурфанг. Старый добрый воин. Это он походу, точнее походу, он в Морсколе. Я так понимаю, это у тела своего сына. И у него ловят флэшбеки. Очень интересно, очень. Ух ты. И они же под осадой в подгороде. Жесть. То есть город в кольце Альянса. Саурфанг. Тролль. Ой, воеводы Саурфанг. Голос тролля? Да ладно. А где акцент троллиной? Ну, лицо такое, как игрушечное что-то вот. Сейчас послушаем, как они тролли озвучили. Много их? Как думаешь? Ну... Много. Саурфанга классно. Тролля нету акцента. В оригинале у тролля акцент есть. Такой золанатикот. Это бесчестно! Теперь они придут мстить. Все придут. Здорово. Саурфанга классно перевели. Голос сам. Мой отец, Хикази, был с тобой в Третьей войне. Он рассказывал, что ты разрубал десятерых одним ударом. Это мой первый бой. Что мне делать? Малец! Не умирать. Вот это вот четко. Да, конечно. Но если я погибну, то погибну с честью в славной битве. Не будет никакой славы. Только боль. С троллем с озвучкой они подкачали. Так, это ну... Этот... Саурфанг в Нордсколе плачет над своим сыном. Да, да, да. Точно. На родную. Бедолага. Тут, видите, показано у орков вот это вот, как сказать, душевность. Ты встретил смерть воина, сын мой. Бедолага. А я опять с ней разминулся. Показано, что орки тоже, вот они чувствуют боль, утрату своих близких, некая скорбь. Что ты делаешь? Иду брать свое. Да, Сарфанклик уже такой седой. Ну, че, что же с первого Варкрафта еще, с событий первой войны. Пошел один, калом. Уйди. Плечи снял. Тут прикольно показывают эти доспехи, как они снимают. Ну, пропаливай! Да живи до завтра. Вернись к отцу. Как? Он умер. Орда! Это все, что у нас есть. Все? Говоришь. Да ты знаешь, что я видел. Что я делал? Просто уходи. Как ты? О, Альянс начали штурм, походу. А нет, Орда просто. О, кстати, флаг со второго Варкрафта. В роликах такой был с этими рогами. Флаг у них. Доживи. До завтра. Кожа тоже классно не сделана. Видно вот эти все-таки мужчинки. Альянс, там же в настроение пошел. Оттекайте, хлопцы. Без брони-то? Встречники собрал. Кстати, это, по-моему, единственный ролик, где показан тролль нормально. В этом вот, ну не в трейлере, как он, в синематик, заставочки, ванилы не было троллей. В БК был тролль, он так мелко пробежал на Рапторе и все. Во Фрозен, ой, какой Фрозентрон, блин. Лич Кинги тоже не было троллей в начальном ролике. Был Артас драконом. Какие еще? Ну вот, Битва за Азерот был тролль, там что-то кастовал, но тут уже в этом ролике тролли показаны более. Но какой-то он не такой, он как что-то вот обычный человек с клыками. То есть никаких вот этих троллиных черт таких вот не видно. Вот если посмотреть арты того же второго Аркафта, арты лесных троллей, то видно какие-то вот они, ну у них мимика такая, троллина, тут она какая-то более человечная. Ну и голос, голос не такой троллины. В оригинале наверняка он с таким, с акцентом. Если посмотреть, поиграть в третий Аркафт по кампании, где фигурируют вот эти островные тролли, тролли Вулджина, этого, Вулджина, то мы услышим акцент там Зуламан, что-то Час Диньго вот это вот и Чута. Что-то они такое как бы протягивают звуки. В русской локализации нету этого, это плохо. Попытались сделать в третьем варике и закос под этот акцент, но сделали как-то по-дурному, там тролли какими-то имбетилами выставили. На самом деле, ну не такие вот в оригинале в третьем варике. Вот я прошу обратить на это внимание. Ну, ролик в целом неплохой. Нету вот этого экшена, есть некие вот опять же флешбеки с древних времен. Вот тоже Лич Кинга. И такое же как повествование идет, фильм уже раскрыт вот это Саурфанга, его внутренние качества, вот что он сыне горевает, что он Сильвану уже видно так не поддерживает, что она по беспределу пошла и так далее. И скорее всего возможно, опять же, я не знаю, я не слежу сейчас за БФА, смотрю вот эти всякие как они, бета, демо-версии вот этого геймплея. Не знаю, не считаю, что там у них за сюжет разворачивается. Ну, я думаю, какой-то будет рейд на Сильвану, она как-то зачернится, будет рейд на Сильвану, где как-то выстегнуть Сильвану или что, не знаю каким макаром, но скорее всего как-то Саурфанг займет, не знаю, мне кажется, престол Орды, трон Орды будет верховным вождем. Это будет круто. Саурфанг это крутой чел. Я бы хотел, чтобы у Альянса был еще Ген Седогриф стал королем, это было бы классно. То есть Саурфанг он участник первого аркафта второго там и так далее. И Ген Седогриф он тоже участник первой войны, скажем. Нет, не первый, он участник второй объединение Альянса, я извиняюсь, да. Вот, и было бы круто вот эти, с одной стороны Альянсер, который, скажем, прошел через всю мясорубку и со стороны Орды, Саурфанг, который тоже прошел через всю мясорубку. Ну, будем ждать, ну как ждать? Кто-то будет ждать, кто-то нет, кто-то ждет другое. Ну, ролик в целом классный, вот, молодцы, не хотелось бы все-таки, чтобы фильм был вот такой, как вот эти, синематики. Это было бы классно, потому что взять фильм Варкрафт, у актеров доспехи, они вообще как игрушечные, вот как ты оркам, а не компьютерным персонажам как-то веришь больше, они более реалистичные, но в фильме они очень какие-то огромные, это мне не очень-то понравилось, они гигантские просто, в игре они не такие, они чуть выше человека, массивнее, но не такие вот исполинские они. Ну, блин, прикольно, да, Близзарды умеют роликом, я еще раз повторяю, закрепить внимание зрительское, сосредоточивая внимание на своем ролике, достойно, достойно, да, уже некая такая драма пошла, уже мы немножко пошли в сторону от экшена, от драки, в сторону некой такой, ну, ролик посмотреть, расслабиться, подумать, скажем так. Ну, такие вот мысли мои были и по этому поводу, всем спасибо за внимание, кто не подписался еще раз, повторяю, подписались на канал, с вами был Женек, канал Углук, Лакторагар, до новых встреч, друзья.